поэтому объединить меня в какой-то неблагодарности и все но в любом случае ну короче там дальше уже конец то есть понимаете вот я я слушаю это и у меня прям рот открывается what the fuck так я верну обратно корбана и вебку 5 сек то есть я думал ты вкинул мне но чисто то есть что с ним сделал джофф протрахав всю ему ногу вместе с благи и дезом они ему всрали в уши таких небылиц которых вы во первых то все уже знаете на 20 раз сети наверняка там 20 раз по кругу историю скотелком они его наверное проговорили или еще что-то а всего остального то ничего и не было другого при том что я за всю свою жизнь никогда про него плохо не сказал не обидел не оскорбил не в той или иной форме он говорил что про прошлую биту блогеров там чего-то а чего про прошлую биту блогеров единственное что звучало от меня про то что просто его участие в этой битве блогеров было формальным и особо он каким-то своим действиями своей команды большой там не сделали борьбы и интереса это все и ему настолько промыли уши что он вот такое больше с тобой никогда никаких стримов никаких контентов никаких америк я и я не мог понять вообще а как же можно было ему рыжему псу наговорить в уши столько диме что он вот такое вот я сразу начал себя воспринимать как какого-то дьявола что я такое говно всем то я насрал я и левше то насрал давая ему все возможности когда его команда нами попадала в мое внимание мне так нравилось за ними наблюдать делать о них репортаж интервью всякие на весь киберспорт я единственный кто тянул этот киберспорт в большие массы джову было насрать на этот киберспорт вспышки было насрать на этот киберспорт всех этих страйков всех инспиреров всех кирилоидов анатолич и потом уже я всех так их тянул но анатолича может в меньшем мере но со всеми остальными был максимально хороших отношениях помогал им всем как мог и чё то у него понимаешь а он считает что типа он достаточно отплатил мне благодарность тем что просто иногда где-то за меня заступался и последние нарезки из этой битвы блогеров и ржали всем селом над моим над моим кителем обзывали себя как киркоровым там и еще каким-то там извращенцем и так далее это типа окей уже вот здесь короче у меня просто разбилось все то есть еще раз ничего ни слова плохого про него за жизнь я не сказал ни с глаза не в глаза откуда это взялось само это в человеке не растет кто-то принес посеял просто семечко проросло и поломался поломался человек я вижу здесь две больших причины каким-то образом наверняка джофф своей гель любовью настолько неразделенно меня любит потому что я не могу ему ответить взаимностью что он пытался мне где угодно насрать это я знаю мне об этом доносили везде кто-то комок всем на свете про меня рассказывает небулицы всякую ложь чушь и собирает все самое черное но признаться не буду себя обелять за многие годы все равно же у нас нет идеальных людей кто-нибудь сделать какое-то говно я наверняка кучу говна делал так или иначе но просто единственная проблема в том что именно этого за человеку я ничего не делал никогда никогда и вот такое вот слышать ты знаешь вот зависть да дело не в зависти понимаете я с чего начал то я готов к своему закату давно уже готов к тому что популярность пройдет к тому что что-то изменится а он-то оказывается видимо нет и тут наступил такой момент когда он думал на что наверное на язычах пройдет в этой битве блогеров как и раньше ну тупо чё там пау-пау-пау а тут вот как-то не пошло его это сильно наверное его удар был удар был в конце в самое эго наверное а тут и не выдержало потому что там-то слабое место и вот наверное мы имеем то что имеем и можно подумать прям контента у нас было с димой целая гора чтобы его внезапно не стало и мы то все расстроились но просто немножко в очередной раз обидно понимаете каждый раз сейчас глядя на любого человека которому я так или иначе способствовал раньше и глядя на него думаешь вот когда он меня предаст сколько времени пройдет он скажу что-нибудь вот такое же ведь почти все так сделали почти все и как было бы здорово от откатить время назад реально и пройти мимо нави пройти мимо киберспорта просто делая видосы и стримы по танкам и сейчас бы возможно этого бы ничего бы не было пройти мимо джова и вообще не пытаться с ним однажды построить какой-то коллектив какой-то ну а-ля профсоюз или что-то как было бы здорово вернуть время как было бы здорово пройти мимо гидеончика мимо корзиныча мимо всех-всех-всех этих вот людей эх жаль время не вернешь так что друзья вот такой вот киркоров я в обоссаном кителе из магазина для извращенцев такая вот херня и после этого мы говорим да что типа нам с пашей больше вот столько он про меня наговорил ну окей продолжаем